Ежегодная оперативно-профилактическая операция МАК в самом разгаре. С мая по октябрь сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков выявляют и пресекают правонарушения, связанные с оборотом запрещенных веществ растительного происхождения. Под особым вниманием правоохранителей дворы, прилегающие территории, а также дачные участки зауральцев. За полтора месяца действия операции из незаконного оборота только сотрудниками наркоконтроля изъято около 8 килограммов наркотиков растительного происхождения. На сегодняшний день уже выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли, уничтожены. В целом работа ведется достаточно активно. Сбытчики дурмана оказываются за решеткой. Очаги дикорастущих наркосодержащих растений выявляются и уничтожаются. В ходе совместного рейда российских и казахстанских пограничников на территории Петуховского района была обнаружена наркоплантация площадью почти 2000 квадратных метров. В данный момент, после вступления в силу запрета на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов, истребление растительных источников наркотических веществ особенно актуально, утверждают специалисты. Лица, до сих пор употреблявшие дешевый кустарно изготовляемый наркотик, дизаморфин, теперь вынуждены искать ему замену. По нашей оперативной информации, некоторые из них сейчас используют наркосодержащие растения, чтобы изготовить из них одурманивающие вещества. Растения, произрастающие на территории Курганской области. В связи с этим мы в очередной раз рекомендуем владельцам дачных участков, огородов провести ревизию своих грядок. Сделать это необходимо прежде всего для обеспечения собственной безопасности. Наркоманы ради получения заветного препарата готовы на все. Кроме того, за выращивание конопли и маков крупных и особо крупных размерах хозяин дачного участка может понести административное или уголовное наказание. 20 кустов конопли или 10 маков уже повод для визита наркополицейских. Юлия Кобылина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру